Начало второго в Кирове. Я, Анна Лобшина, приветствую слушателей. Это действительно программа «Особое мнение». И говорю, здравствуйте, гости нашей студии, Азизу Агаеву, директору аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информа». Азиз Алиевич, добрый день. Да, здравствуйте, здравствуйте. Так, ну давайте, вот планировала я, конечно, с местных тем начинать. Тем не менее, федеральная новость, которая сейчас висит в ленте Яндекса, о том, что неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату штрафовых взносов, мне кажется, она очень важна, наверное, для многих из нас, потому что это касается, как мне кажется, в перспективе не только неработающих россиян, но, возможно, и тех россиян, которые минималку получают, да? То есть, когда начнут проверять, что, где и как. Страховые взносы имеются в виду на взносы в фонд социального страхования, взносы в фонд ОМС и пенсионный фонд. Предложение поступило от Сергея Вострецова, члена Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, было озвучено сегодня в Госдуме. Ну и вот, собственно говоря, если россияне являются официально неработающими, все взносы, вот во все три фонда, они должны платить сами. Те, кто не платят, будем штрафовать. Ну, правильно, чего? Они ходят в больницу, они, в конце концов, пенсию потом получают, объедают государство. Ну, вот эту ситуацию надо в общем контексте ситуации, которые сейчас в стране связаны с налогами, отчислениями, надо рассматривать. Я думаю, что непомерные аппетиты вот этих чиновников, депутатов, которые, они будут и дальше возрастать. Я думаю, что это не последняя инициатива. Мы с вами, наверное, знаем и по налогообложению самозанятых. Ну, здесь как раз вот в том числе и по ним речь, я так понимаю. Это в этом контексте. Ну, самое первое, которое приходит в голову, так сказать, где доля, значит, россиян в доходах страны от нефти и газа. Как где? Это все направляется на строительство дорог, строительство больниц. Это очень огромные деньги. Столько не направляется. Большое количество денег там пилится и вывозится, так сказать, за границу, там, этими людьми, которые там имеют доступ к этим средствам финансовым. Понимаете? Каждый день мы об этом слышим. Каждый день. В том числе сейчас, как бы, масса вопросов задается уже за границей нашим вот этим людям, которые вывозили деньги. Откуда у них деньги? Как они могут подтвердить там происхождение, что они это заработали, эти деньги? То есть, поэтому первый вопрос, почему я задаю? Где наши деньги? Где мой процент от нефтяной реки? Где мой процент, и чтобы после этого еще какой-то там депутатишка, который за наш счет получает, так сказать, за наш счет тунеядствует, я считаю, вот это мое сугубо мнение, что большинство депутатов тунеядствуют в Государственную Думу, чтобы они выходили с такими предложениями в Государственную Думу. Вот ящик Пандоры открыт. Вот люди, съели вы повышение пенсионного возраста, съели, съели повышение НДС, съели, съели повышение акцизов, съели, и будете есть и дальше, если мы будем так относиться к тому, что делают власти с российским народом фактически. Вот понимаете, они не могут уже остановиться. Потому что что значит повысили пенсионный возраст? Это просто отняли у людей пенсии, потому что большое количество людей просто не будут доживать до этого возраста. Этого и хотели эти люди, которые находились у власти. И президент это утвердил. Значит, и он этого хотел. Значит, вот этот человек, который должен был быть гарантом прав граждан страны, на сегодняшний день работает не на граждан страны. Непонятно на кого работает, но не на граждан страны. И вот все эти люди, которые у власти, они будут и дальше так поступать с народом, если народ, и дальше будет вот так относиться к выборам. Дальше будут относиться, значит, вот в этих избрекомах сидят там учителя, врачи, которые там получают там, да, и при этом боятся там сказать, что вот так не делаете, так не делаете, участвуют в бросах там, в подтасовке цифр там и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что если такой законопроект там... Инициатива. Инициатива там. Не в первый раз обсуждать. Да, захотят как бы вот, значит, власть имущие провести, они проведут. Потому что там нет практически огромное большинство, сколько там, три четверти у нас там, да, вот представители партии «Единая Россия», они проводят любые антинародные, любые антинародные инициативы, проходят только так, и без обсуждения. Слушайте, а вы думаете, народ и дальше будет терпеть? Тут вот к дню, к дню единства, к 4 ноября, как я понимаю, Институт социологии РАН проводил опрос, вот, и в ходе опроса выяснилось, что россияне больше не хотят спонсировать величие страны из собственных карманов. 67% россиян считают важным развитую современную экономику, вторым по важности высокий уровень благосостояния граждан, вот, и только потом уже где-то там на вторых, в третьих или десятых ролях идут внешнеполитические составляющие, и они важность сохраняют для меньшинства. В том, что Россия должна стать мировым центром влияния, говорят, 13%, цивилизационным мостом между Европой и Азией 8% и прочее, прочее, прочее. Вот Институт социологии РАН достаточно такая серьезная структура, как я понимаю. Ну, это очень серьезная научная структура, научная социология. А результаты этих, вот результаты этих опросов депутаты Госдумы интересно анализируют или нет? Они понимают, что вообще-то вот за 4 года с момента там, условно, там, возвращения или аннексии Крыма, по-разному называется, изменилась ситуация в стране, экономическая прежде всего. Смотри, человек анализирует, не только человек там, ну, как вот, как человек, который в бизнесе работает, как специалист по управлению я вам скажу, что информацию анализирует человек, принимающий решения, тогда, когда его судьба от этой информации зависит. Когда человек смотрит не просто там, как вот я сегодня и завтра проживу, но когда еще и смотрит, а послезавтра, а после, послезавтра, а через год, значит, как будет. И когда он несет ответственность не только там за себя, а еще за кого-то. Вот, возьмите любого бизнесмена, он обычно думает о компании, о людях, которые у него работают. Он всегда знает точно, сколько человек у него работает. Он знает, сколько фонд заработной платы он должен оплатить, сколько налогов он должен заплатить. И все время об этом думает в реальности. А вот депутаты об этом не думают. И поэтому, когда вы им говорите, знакомы они с этой информацией, вообще, как они к этой информации, а зависит их жизнь от того, как они эту информацию выслушают и применят в своей жизни сегодня, завтра и даже послезавтра. Потому что с момента, как эти мысли появились в головах людей, до момента, как они начнут действовать, люди пройдут годы. Следующие выборы в Государственную Думу, вот эти вот все настроения, они скажутся? Обязательно скажутся, конечно. Если мы увидим какие-то результаты не очень, скажем так, позитивные для нынешнего парламентского большинства, выводы какие-то все-таки будут делать? Ну, выводы, эти люди делать выводы не будут, выводы сейчас будут делать уже новые люди. Новые. То есть, я очень надеюсь на то поколение, которое как бы уже выросло, уже и вузы закончило. Вступило в избирательный возраст? Скажем, вступило в активный жизненный возраст. Потому что именно эти люди сейчас могут изменить ситуацию. Они меньше боятся, в том числе и из-за своего возраста. Меньше боятся этой власти. Меньше боятся потерять какие-то деньги, какую-то работу и так далее. Потому что большинство этих людей сейчас как таковых, ну, активных этих людей, они ориентированы на то, чтобы самим себе строить жизнь. И это правильно. Потому что эти люди, которые сегодня находятся у власти, им наплевать на жизнь людей. Вам как кажется, все-таки, вот эта инициатива, она шансы пройти какие-то имеет, если будет серьезно обсуждаться? Если будет серьезно обсуждаться, конечно, имеет. Потому что, посмотрите, они же уже базу подводят под это. Они говорят, там, 20% людей, или там, 15% людей, граждан России, нигде не оформлены официально. Хотя в трудоспособности. Но мы-то ведь знаем, что они работают. Там, 18 миллионов, это даже не 20% от активного населения, да? 18 миллионов, это, наверное, где-то 25% от активного населения, да? Но у этих людей, я считаю, что есть морально право так поступать. Потому что то количество денег, которое в стране осваивается близкими к властью поддержащим, этих денег хватило бы еще на 18 миллионов, при этом, чтобы не собирать с них никаких налогов. Азиз Агаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ» в нашей студии со своим особым мнением сделаем небольшой перерыв и вернемся. Переходим с Азизом Агаевым, нашим гостем, сегодняшнюю программу особого мнения к кировским городским темам. Ну, самая обсуждаемая тема, пожалуй, там, последних недель, последних месяцев, так называемая мусорная реформа. Буквально там два часа назад в этой студии были Алла Албегова, Игорь Редькин, это правительство области, и представитель, руководитель компании «Куприт» Игорь Крысов. Говорили мы о том, что будет все-таки с мусорной реформой. Я напомню, что в конце прошлой недели стало известно о том, что якобы наложен запрет на ввод в эксплуатацию, или, не знаю, открытие полигона «Восенцев», так называемого нашего нового полигона, куда с нового года весь мусор должны свозить. И долго-долго выясняли, откроется, не откроется, будет работать или нет, потому что арбитражный суд отозвал разрешение на строительство этого полигона. А полигон, между тем, уже построен, деньги вложены, он принят в эксплуатацию, все что угодно. Вот представители областного правительства говорят, полигон откроется в любом случае. Дальше там будем бодаться через касации, апелляции и прочее, прочее, прочее. Полигон откроется. Ну ладно, тут такая, какая-то странная там, на мой взгляд, коллизия. Я не очень понимаю, зачем тогда было решение суда, если правительство области на решение суда говорит, а все равно полигон откроется, потому что выходы, видимо, нет другого. Вот у меня к вам вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется вообще вся эта история вокруг мусорной реформы, и то, что происходит, и почему так мало об этом говорится с точки зрения объяснения людям вообще? Потому что я предполагаю, в феврале огромное количество звонков в нашу редакцию от возмущенных людей, которые увидят заполненные мусором площадки, мусор, который там копится где-то еще, не только там на мусорных площадках, а где-то рядом, и полную неразбериху. Ну, какой вопрос? Азиз Алиич, почему власти так неохотно идут на контакт и поясняют? Нет, мало того, вообще вот ощущение, да, на контакт. Ощущение такое, что в некотором смысле один говорит одно, а другой говорит другое. А что, власть когда-то на контакт? Да, было дело, представляете? Ну, так, чтобы отметиться там и так далее, и так далее. Нет, у меня нет претензий к сегодняшним нашим гостям. Слава богу, что пришли, но остается полтора месяца всего. Понятно. Надо было раньше это делать. Вот вопрос ведь не в контактах. Вот они могут еще приходить, и еще приходить на контакт, да, и рассказывать вам, и могут говорить, что там что-то еще не так. Достаточно большое количество времени было. Вот Албегова еще ведь при Шаклеине работала, значит, кем она работала, министром тоже работала. Ну, там департамент, да. Департамент, да, тоже работала. И как раз вот эта программа размещения разрабатывалась еще тогда. Ну, это что, получается, 10 лет назад даже больше? 10 лет назад. 10 лет назад. Вот за 10 лет мы не смогли, значит, оптимальную разработать программу или доработать ее таким образом, чтобы ни у кого никаких вопросов не появилось, не нашли места для размещения. Да нашли, нашли. Где, в Осинцах? Конечно. Ну, вот по Осинцам масса вопросов. Во-первых, центр области. Вот сейчас там говорят, что я глубоко не вникал в вопрос. Прошу прощения, если что-то там кто-то скажет, что не так. Но что сюда мусор повезут, там, с Акраина области. Конечно, повезут. Вот, и, значит, и будут, то есть, недалеко от Кирова будет еще один склад мусора. По факту. Вот, это нормально? Азиз Алиич, конечно, это ненормально. Это ненормально. А делать-то что? А делать что? За полгода мы завод не построим. Вернуться пока к прежней схеме, определить себе, значит, срок конкретный. И быстро-быстро найти место, правильное место, по которому не будет ни у кого никаких вопросов. У меня есть ощущение, что нет таких мест. Ну, как это, в Кировской области столько мест. Ну, понимаете, это же тоже выбиралось в расчете на то, чтобы провести удобно. Ну, а полигон уже построят, тем более. Это первое. Когда надо, и дорогу быстро построят. И деньги найдут, значит, чтобы была правильная, хорошая дорога к этому новому месту. Просто этим власть должна заниматься, понимаете? Вот. И второе. Ну, много говорили о инвесторах, об отсутствии инвесторов, о проектах мусоросжигательных заводов, не мусороперерабатывательных, или как там, мусороперерабатывающих заводов. Ну, где? Мусор складировать ума большого не надо. Вот это большой дом, а большого ума нет, получается. Вот это вот по соседству. Вот, который у вас по соседству. Из окошка видна. Складировать мусор большого ума не надо. Складированный мусор – самое плохое, что можно делать с этим мусором. Но инвесторы-то придут только после того, как мусорная реформа заработает. Так она должна заработать. Кто за это отвечает? А чтобы она заработала осенцы должны быть введены. Почему осенцы-то? Почему не другое место? Ну, потому что построено уже Ази Садович. Почему? Что построено? Полигон? Что построено? Полигон? Да. Что построено? Сделана площадка под славированием. Конечно, рекультивирована почва, защищена. Еще могут сделать. Ничего страшного. Так ведь не успеем. С января надо уже ввозить. Ну, тогда, значит, дышите, нюхайте, значит, недалеко от Кирова. Это же... Аэродром-то вот он здесь. А обещают, что не будет. Это 8. Аэродром-то вот. И 8 километров от него. Ну, там по-разному даму. 13, по-моему, даже. Хорошо. А вы периодически, наверное, люди видят, как бы даже от Чапецка доходит иногда сюда. Дым. Ну, не только дым. Кое-что еще. Периодически бывает такое. Понимаете? Это не расстояние практически. Поэтому, пожалуйста, суде большое спасибо. Мужественный поступок. Который ничем не закончится. Редко. Редко, когда суде... Значит, остальным чиновникам стыд и срам, что они про судебное решение вообще публично такие вещи говорят. Это говорит о том, что представитель исполнительной власти, эта власть, можно сказать, что уже обнаглела. Подождите, но они же о народе думают. Они о народе думают. Да. Не рассказывайте. Они думают о себе, о своих креслах. А мне казалось, все-таки они переживают о том, куда же повезутся в церковных площадках. Если бы они думали о народе, все было бы совершенно по-другому. Хорошо. Все было бы совершенно по-другому. Я не знаю, почему Албегова такую позицию заняла. Не понимаю. Я считаю, что неправильная позиция. То есть она могла бы в этой ситуации думать больше. Действительно, она роде не себе. Такая позиция это по осенцам. И потому, что у нас нет инвесторов на строительство мусороперерабатывающих мусоросортировочных заводов. Конечно. Но я думаю, что они должны появиться через какое-то время. Ждите. До 2021-2022 года. И при таких представителях органов опасти появится, конечно, скоро. Ну, то есть вы предполагаете, что нет? Я предполагаю, что нет. Скорее всего, это будет опять кто-то из местных договаривающихся, получающих какие-то там средства. Договоренности и так далее. Хорошо. И не будет никаких новых, как бы, особенно инновационных технологий. Хорошо. Хорошо. Но особое мнение Азиаза Агаева мы слушаем. Еще одна кадровая история. Даже две, пожалуй, кадровых истории, которые я хотела с вами обсудить. То есть, первый, это переход кадровый уже состоявшийся. На прошлой неделе кресло-министр спорта и молодежной политики заняла бывший заместитель руководителя ведомства Анны Альминова, спортсменка, олимпийская чемпионка. Ну, в общем, о нем мы знаем, да, как человек, который в спорте активно участвует и разбирается. Георгий Барминов, насколько я понимаю... Ну, она не только в спорте, она в последнее время, я бы так сказал, что она человек, способный к развитию, она достаточно, с моей точки зрения, продвинулась. В том числе и в управлении, в вопросах управления вот такими социальными системами, понимаете? То есть, помните, меня когда спрашивали, вот, как вы думаете, вот у вас там в архивах записи, вот, что вы думаете, там, о назначении Ковалевой? Я говорю, ну, я не знаю ее как специалиста по развитию социально-экономическими системами. Что вы думаете о Шульгине? Вот, кстати, итоги его деятельности как раз подтверждают то, что я говорил. Я говорю, я его тоже не знаю как специалиста по управлению социально-экономическими системами такого уровня. Тоже, ничего, как бы. Социально-экономическая система, это мы город Киров? Это город, область, там, район, там, еще чего-то там, да? То есть, это социально-экономическая система. Почему социальная? Потому что сначала социальная, потом экономическая. Это бизнес-экономика-социальная система, да? А, извините, вот такие образования. И здесь тоже Альминовая тоже не имела такого опыта Но в отличие от них Она явно продвинулась В этих вопросах И она делает все, что в ее силах Но еще, видимо, сказывается Что все-таки это человек С успехами в спорте И вот то место, где она работает Связано с ее Предыдущей деятельностью Помогает ей где-то как-то на федеральном уровне Что-то продвигать Лоббировать То есть человек со своим лицом, условно говоря Узнаваемый Вам кажется это грамотным управленческим решением? Да, мне кажется это грамотно Я думаю, что Она такого же Может быть не по опыту Но такого же уровня по опыту Светлана была Медведева Круче, но заработает Но она такого же уровня Специалист, как Светлана Медведева Ну вот смотрите, Азизович Давайте тогда подумаем В первую очередь, чем надо заняться Вот есть какие-то прям болезненные такие точки В нашем кировском спорте Которые Ох, какой тяжелый вздох Которые требуют первого внимания Давайте три хотя бы Очень много больных Точек у нас Потому что Точек ультуры и спорта Это многоуровневая система То есть я сейчас могу сказать об одном Мне скажут, что как профессиональный спорт Я начну говорить о профессиональном спорте Мне скажут, что как детский спорт Я начну говорить о детском спорте Мне скажут, что как там Оптимизация деятельности федерации Спортивных Потому что везде масса проблем Везде И может быть Я думаю, что она это знает Но дай бог ей силы Чтобы со всеми этими вопросами Как бы справиться Потому что Сидишь и думаешь С одной стороны Прежде всего надо развивать Все-таки детский спорт Заниматься Вы за это? Да За детский спорт? Прежде всего Прежде всего Но мы должны понимать Что детям надо куда-то стремиться И на кого-то смотреть И на кого-то смотреть Понятно, когда мы говорим О командных видах игры Таких как футбол Хоккей и так далее Это многозатратные виды спорта И может быть Сложно там Каким-то образом содержать Но Есть масса Так сказать Представителей бизнеса С которыми нужно работать И с которыми Не в личных интересах Кому-то договариваться нужно А в интересах Как раз может быть Таких спортивных Так сказать Команд Но есть масса Других видов спорта Что-то типа Борьбы Еще чего-то Каких-то других видов спорта Индивидуальных Индивидуальных Да Где как раз Менее затратная ситуация И может быть В этой части Тоже активно Лыжи Скажем Конкобежный Конкобежный спорт Конечно Чтобы у нас Та же легкая атлетика Так сказать Которую Которую мы можем Активно поддерживать Чтобы наше достижение Наше имя звучало То есть вопросов Очень много И понятно Что все что я говорю Можно сразу Как бы сходу критиковать Говорить Да вот А как у нас Профессиональная команда Родина Там вот Футбол закрыли Команда Родина И почивший футбол Вы про бизнес Сказали Работу с бизнесом В Кирове действительно Есть бизнес Который готов Вкладывать деньги В спортивные команды В Кирове есть бизнес Который Не то что готов А может Понимаете Вот вопрос готов То есть зависит От того что человек Думает О своем бизнесе В Кирове И о взаимодействии С органами власти И вот этот готов Зависит именно От этого То есть если Значит Его Деятельность Активная Но мы видим Мы можем В качестве Такого Активного Социального Скажем Предприятия Компании 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 Которая оказывает Большую там Помощь Не в одном месте А во многих Например тот же Хольфхаус Там Николай Юфер У вас тут по-моему Был Не знаю Он поскромничал И рассказывал Лесная отрасль Или рассказывал Вам Что он вот И в районе помогает И там в городе Помогает И там дополнительно Там чуть ли не Дороги там проводит Там еще что-то Прокладывает Там да И это за счет себя В интересах Как бы получается Кировской области Да И такие есть у нас Предприниматели И если вот эту Деятельность Их еще и поощрять Активной поддержкой Власти То Мы Просто можем Оказаться Не побоюсь Как бы этого слова А можем оказаться В очень хороших условиях Потому что Только такой союз Власти и бизнеса Такой союз А не союз В интересах Там Отдельных личностей Как бы да Прибыли отдельных личностей Карманных денег Отдельных личностей Только такой подход Помощь бизнесменам В развитии Бизнеса Чтобы они активно Участвовали В развитии регионов Ты поддерживаешь спорт А я Со своей стороны В рамках закона В рамках закона Возможные Приседки Создаю тебе Максимальные Удобные условия Комфорные Не знаю Правда Вот эта вот история Может ли работать С массовым спортом Массовым Я имею ввиду Командными Видами спорта Потому что там Мне кажется Бюджеты такие Что одна компания Не потянет То есть надо искать Пусть не одна компания Две Пять компаний У нас есть компании Которые Активно получают Из бюджета деньги В общем работа Со спонсорами Да тоже задача Нужно работать Да Не там Не заниматься тем Чтобы тебе там Кто-то какие-то услуги Парсонально оказывал Там чтобы ты развлекался Где-то Еще чего-то А чтобы регион От этого выиграл А здесь Агаев В нашей студии Да у нас время Небольшой рекламы Продолжим после нее А здесь Агаев В нашей студии Директор аудиторской Консультационной Компании Бизнес Информ И мы продолжаем Ну еще один переход Который не подтвержден Пока официально Я сразу об этом скажу Накануне Портал Киров.ру В рубрике Слухи в городе Написал Что правительство области Покинет еще один зампред Речь идет о Максиме Кочеткове Который до недавнего времени Курировал лесную отрасль С некоторых пор Курирует промышленность Говорят что он Готовится перейти На другую работу И покинуть регион Ну я напомню Что лесную отрасль От Максима Кочеткова Не так давно Передали Андрею Плитко И это тоже удивило всех Потому что Андрей Плитко Насколько я помню Занимается вопросами Внутренней политики Муниципальных Вот этих вот всех вещей Отдали в муниципалитеты Типа они там вот У себя в районах Всех знают Вот пусть они лесную отрасль И рулят Вот так вот Что вы думаете Действительно правда Неправда Ну тут мы можем только гадать На кофейной гуще И давайте тогда Может какие-то итоги подведем Скучал Максим Николаевич В принципе правда или неправда Я не знаю Но вот сколько не работал Как бы господин Кочетков На территории Кировской области Это просто бесполезная была работа Вообще бесполезная То есть его работа Практически была нулевая Все что он сделал На территории Кировской области Это практически ноль Потому что основные Основные линии развития Совершались только самими Бизнесменами в этой отрасли Подождите Вот Игорь Васильев с вами не согласен Он когда Игорь Васильев с самого начала Как только пришел со мной Был не согласен Или я с ним был не согласен Это не важно Он для меня не авторитет В данном случае Потому что он сам Не очень понимает Что происходит Как таковое в этой отрасли А цифры Азиз Алич Которые озвучивались у нас После Нам обещали 3 миллиарда В первый год работы Игоря Васильева Сколько мы получили Не больше 300 миллионов В 10 раз Да И что он ответил за это У нас вообще никто не привык Отвечать за свои слова Поэтому говорить Как бы представители Органов власти Могут все что угодно А потом Надеясь на то Что так сказать Журналисты забывают об этом Ну давайте Смотрите Все таки За достаточно продолжительный период Наверное можно проследить Какую то динамику Ситуацию в лесной отрасли Ну давайте так С момента Еще Никиты Белых Ну давайте мы уже К Николаю Ивановичу Шагляеву Не будем отсылаться Это давно было 10 лет назад С момента значит Вот Никиты Белых Приход Васильевой Первое обещание Навести порядок В лесной сфере Значит Максим Кочетков Курирует лесную отрасль И вот сейчас Динамика Она все таки положительная Или отрицательная Давайте говорить о том Кто заложил эту динамику Не Васильев эту динамику Заложил И даже не Кочетков Он близко не стоял Так Эта динамика Начальная основа Были заложены При Шаклеяне Белых Активно развивал Это направление Поддерживая Инвестиционные проекты В лесной отрасли Максимально поддерживая И поэтому Сегодня мы имеем Значит Реализованные Инвестпроекты Там Строй леса Альмит Лес технаба Если я так не ошибаюсь Как бы в названии И поэтому Выросли Потому что Эти доходы От лесной отрасли И эти люди Которые эти проекты Сделали Они активно Развивают Налоговую базу И скажу вам Честно Стараются Максимально Насколько это возможно Уплачивать эти налоги На территории Кировского Потому что Отдача От их деятельности Приходит Они инвестировали Буквально Так сказать Можно сказать Что сотни миллионов Если не миллиард То есть это отложенный эффект Это отложенный эффект Причем здесь Ну Еще когда Значит Приступил только-только Как бы Шаклеинг Должности Как-то Журналисты говорили О каких-то там Успехах И так далее И так далее Не спешите считать Успеха Потому что Любой губернатор Который приходит Он наследник Он наследник Того что сделано До него Как бы он Не отнекивался От наследства Предыдущего И он должен Что-то оставить Следующему Чтобы было Поэтому Когда приходил Васильев Было странно Что он Как бы Практически Там зарубил Преемственность Там в отношениях Правительства Там С бизнесами Из-за этого Несколько бизнесменов Оказались В тяжелейшем положении Сейчас Выправилась ситуация Какая ситуация У бизнесменов Которые оказались В тяжелейшем положении Или не у всех Не у всех Там есть еще долги 16-го года Которые не уплачены То есть Не за что похвалить Максима Кочеткова Максима Кочеткова Вообще Не за что похвалить Вообще Но самая странная Передача Этой функции Кочеткова Самая странная Почему Подождите Этот человек Внутренней политикой Занимается Ну Есть Есть Логика Определенная Максима Может быть Можно было Считать Каким-то Специалистом Каким-то Где-то Боком Советником У кого-то Работал Министерство Промышленности Ну Типа Вот у него Такой опыт А у этого Вообще Такового Нет Ну Еще один Хорошо скажу Мягче Еще один Представитель Который Не был Замечен Значит В качестве Специалиста По развитию Социально-экономическими Системами Муниципалитет Район Город И так далее Область Отрасль 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 И точно Таким же Странным Выглядит Передача Как бы Министерства Спорта Чурина Угу То есть Точно Таким же Странным Человек Который Вроде Экономической Как бы Не Ну Подожди Все логично Вы же говорите Спорт Должны Предприятия Поддерживать В общем Это Другое Вот Вот Эту функцию О которой Я говорю Можно было Отдать Политко Взаимодействие Как бы С бизнесом Его задача Взаимодействовать Собственно говоря С обществом Как таковой Он за это отвечает Вот эту функцию Ему можно было Отдать Чтобы обеспечивать Деятельность Министерства Спорта Путем взаимодействия С бизнесом И с гражданами И с гражданами Там не с гражданами Ну да А сюда Ну вообще Как бы Очень даже странно Я исхожу из того Что Просто Альминова Как Человек с именем И имеющим Своё собственное мнение Не сошлась в работе С Курдюмовым С ним очень сложно Сойти с людям У которых есть своё мнение Дмитрий Александрович Да Слышали мы про это Про то что Тяжело с ним Особенно спорить с ним Тяжело Говорят Он не умеет спорить Азиз Агаев В нашей студии Ещё две темы Надеюсь что мы их успеем У нас 4 минуты Азиз Альич Сегодняшняя новость На Московской Запретили поворачивать Налево К торговому центру Макси Пока это мера временная Как говорят В городской администрации Но вот этот светофор Секцию его Которая показывала Поворот налево Замотали чёрной плёнкой И повесили дополнительные знаки Которые разрешают Проезд по участку Только прямо Мы ситуацию С пробкой на Московской Обсуждали в этой студии Неоднократно Мы были не одни И в социальных сетях Много было Критических замечаний То есть получается Работает общественное мнение Смотрите Мы долго обсуждали Вообще надо строить Большие торговые центры В центре города Аня Вы сами ездили много За границей Так Строят В центре города Торговые центры Вообще на самом деле Внимание не обращало вас Ну вот обратите Когда в следующий раз поедете Вот я вам скажу Что я видел массу Городов В котором Европейский городок В котором центре стоят Торговые центры То есть это не магазины Это именно большие Многоэтажные Там 4-5 этажей Огромное количество Метров торговых центров Никаких пробок Я в этих местах Не видел И подземных парковок Я в этих местах Тоже не видел А куда деваются машины А кто должен это изучать Ну вероятно Городские власти Ну вот пусть едут И изучают Куда машины деваются Потому что там Есть масса мест Где машины поставить Удобные Так сказать Пешеходные И там Трамвайные Пути К этим торговым центрам То есть там Подождите То есть проблема Не в торговом центре Максика Как таковом Я вас правильно понимаю Проблема в организации Неграмотные Дорожного движения На этом участке Абсолютно верно Как только вы дали разрешение Макси Строить в этом месте Торговый центр Вы А может быть еще и до того Вы должны были думать О том Как вы будете развязывать Этот транспортный узел Ну Это в том Это в том же русле Когда я вам говорю Сколько там у нас Год отработал Шульгинь Он должен был Как только приступил Думать о том Что будет с Макси Да ему не до Макси Тогда было А до чего Отовсюду валились Мне кажется Проблемы Которые надо было Разбирать Макси До момента Фондом Эксплуатацию Не мешал Только не надо Не справляется Если не просил Не справляется Не хватает времени Пусть уступает место Другим людям Найдут кто справится Ну подождите Может решат все-таки Вот эту проблему С Макси Запрет Любые Любые вопросы Нужно решать Пусть Скажу вам Как бы фантастическую идею Нужно было сделать Там подземный Туннель Для проезда К Макси С кирпичной Прямо как бы Чтобы с московской Заворачивать на этот Подземный туннель И Сразу Заезжать Это просто Москва какая-то А не Киров Азиас Алич За то Как это было бы Комфортно Для гаража Ну там трубы Как это было бы дорого Представляете Это дорого Это потому что Всегда так считают Еще откаты закладывают И еще там Торгуют своим Да нашим Понятно При желании Можно было Разрешить Всегда можно Азиас Агаев В нашей студии Не успеваем мы Азиас Алиевич Поговорить про Новогодние оформления Театра А что не успеваем Давайте поговорим У нас буквально Полминуты 16 миллионов Почти выделяют В этом году Больше на миллион Чем в прошлом году Вы вообще Сторонник того Чтобы Делать за бюджетные деньги Украшать город К Новому году И не украшать Я сторонник того Чтобы украшать И не важно Но 16 миллионов Но 16 миллионов Много И когда мы меняем Старые украшения На новые Нужно посмотреть Какой мы от этого Эффект получим И вообще Стоит это делать Пока старые украшения Не вышли из строя Понятно А если они просто Надоели Кому А если они А если они Не современные Людям раз в год Не могут надоесть Украшения Раз в год Мы их достаем О чем вы говорите Вы часто меняете Дома украшения Или по одной штучке Или по одной штучке Докупаете Извините Я на самом деле Да Докупаю по одной штучке У нас в елочные игрушки Еще там С бабушкиных времен Ну вот видите Еще из маминого детства А еще достаешь Когда бабушкины игрушки Еще и приятнее становятся Понятно В общем 16 миллионов много Но город украшать надо Азиз Агаев В нашей студии Директор информационно-аналитической Компании Бизнес Информ Был со своим особым мнением На этом мы заканчиваем У нас тут Аугитерско-консультационной Аугитерско-консультационной Компании Бизнес Информ Да Прошу прощения Азиз Альич Спасибо Да До свидания